Взгляд Славы становится твердым и решительным. Он поднимается на дырки. Слава отходит от карты, затем решительно снимает галстук и засовывает его в карман. В перерывах между словами героя фильма объясняются их действия и мимика. Это как комментирование футбольного матча, только намного сложнее. Важно передать незрячим людям чувства и эмоции героев и помочь им представить происходящее на экране. Такие своеобразные голосовые субтитры для слабовидящих называются тифлокомментарии. Очень непривычно смотреть фильм вот так с закрытыми глазами. Даже слыша подробное объяснение, мне чего-то не хватает. Хочется открыть глаза и взглянуть на картинку. Но может быть все дело привычки. Каждый день такие адаптированные фильмы в кинотеатрах Владивостока не увидишь, пока заустраиваются обществом незрячих людей, как правило, два раза в год. Этот приурочили ко Дню слепых, который отмечается во всем мире 13 ноября. Это очень хорошее и полезное начинание для таких людей, как мы, для слабовидящих, для слепых. Будем надеяться, что в дальнейшем-то все будет только развиваться и больше в массу войдет, чтобы было доступней. В Москве, например, тифлокомментарии уже стали чем-то привычным. В столице существуют кинотеатры, которые регулярно транслируют такие фильмы. И даже выпускаются диски с дополнительной озвучкой. Во Владивостоке многие незрячие люди смотрели адаптированное кино первый раз, а некоторые были впервые и в кинотеатре. Фильм классный, мне понравился. Ну, шутка громко сильно. А так классный фильм. Я человек с остаточным зрением, но тифлокомментарии, они тоже помогают, потому что все равно. Не все видишь, не все движения в телевизоре, например. Ну, а тут поясняют, если что-то не досмотрел. Вот этот Вячеслав хорошо запомнился, что он жениться хотел. В нашей стране на тифлокомментаторов не учат. В основном фильмы озвучивают актеры в Москве, а потом спонсоры общества слепых отправляют их по разным городам. В некоторых регионах тифлокомментарии создают в библиотеках для слепых и тоже отправляют коллегам. В Владивостоке кино не переозвучивают, но в наличии библиотеки для слепых около 50 адаптированных фильмов. И практически каждый месяц устраиваются внутренние показы. Фильмы совершенно различные, в том числе и хорошие мультфильмы, и зарубежные фильмы. Ну, в основном мы берем такие, которые несут какой-то смысл. В техническом плане тифлокомментарии – это отдельная звуковая дорожка, которая потом накладывается на уже готовый фильм. У нас есть даже фильмы, которые без видео идут, просто дорожка звуковая. Тот же самый фильм, только без видео. По факту, благодаря тифлокомментариям незрячие люди в своих головах режиссируют новый фильм, додумывают то, чего не могут увидеть. Поэтому абсолютно слепым людям видео подчас ни к чему. Кстати, впервые во Владивостоке мультфильм с тифлокомментариями показали для детей в 2013 году. Это был переозвученный Шрек. Сегодня незрячие люди с нетерпением ждут выхода новых адаптированных фильмов и, конечно, их показа на большом экране. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.